Значит, Good Liver хорошая печень Содержит таурин, это активный гепатопротектор Стимулирует обе фазы детоксикации В печени происходят две фазы детоксикации Ну, долго нет времени останавливаться на этом Дальше, экстракт бессмертника цветков Только что говорил Аринарина, натуральный антибиотик Ну и прочие эфирные масла, флавоноиды и горечи Экстракт артишока Тоже было сказано Аскорбил пальметат Это антиоксидантная защита мембран оболочек То есть клеток печени Цистеин Это аминокислота, которая восстанавливает клетки печени непосредственно И, кроме того, усиливает введение тяжелых металлов И различных растворимых желчиядов Кроме того, содержится в Good Liverе цинк Расторопший экстракт, как я уже говорил Альфа-липоевая кислота Которая является индуктором детоксикации в печени Селен и цианокабаламин, то есть витамин В12 Все для восстановления клеток печени Применяются они, как правило, вместе с гепатохоланом, я уже сказал Ну и совместное действие очень хорошее Единственное предостережение, нужно сказать Если у человека есть камни в желчном пузыре, калькулезный холецистит Вот с холан-активом нужно быть аккуратненько Потому что самые опасные камни Это размером от 4 до 6 мм Поскольку внутренний просвет общего желчного протока Именно такой, от 4 до 6 мм И камушки такого размера Они могут вклиниться в общий желчный проток И вызвать механическую желтуху Устранить механическую желтуху Возможно только оперативным хирургическим путем Поэтому сделайте УЗИ, если кому интересно Если у кого есть боли в правом подреберии Это повод задуматься о том, что там есть дискинезия желчеводящих путей Как минимум, да, то есть застой желчи Сделайте УЗИ Если у вас камушки вот такого размера 4-6 мм Но тут нужно с осторожностью применять холан-актив Если же камни большего размера Можно пить без опаски Потому что большие камни не вклинятся в узкий желчный проток А вот разрушиться, раствориться могут Вот, это что касается вот этих двух бат Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!